Кто убил немцев? Государственная экспертиза, позвольте, я сейчас скажу. Государственная экспертиза медицинская, которая четко говорит, что орудий убийства было два. То есть пистолетов было два. То есть убийств было двое. То, что мы видели на пленке, на видеопленке, один человек, который находился в тени мусороуборочной машины в течение двух секунд, у него не было ни времени, ни инструментов для того, чтобы совершить выстрелы из двух пистолетов из разного ракурса с разной дистанции. А как произошло убийство тогда? А убийство, исходя из материалов, официальных материалов дела, в том числе, ну, я уж, извините, сейчас просто завершу тогда. Значит, это государственная судебно-медицинская экспертиза делает заключение, что раны на теле Немцова оказываются такими, что они могли быть осуществлены только из двух орудий. Это государственная судебно-экспертиза. Это не только те расследования, которые проводила общественность и которые сопоставляла все форексы. Это государственная судебно-экспертиза, которая сделала свое заключение еще в марте 2015 года. Эти материалы находятся в деле. Они все были известны с 2015 года. Они были известны в том числе и адвокатам потерпевших, в том числе и адвокатам, и представителям госпожи Немцовой, и, очевидно, самой госпожи Немцовой. Но за все эти пять лет ни эти адвокаты, ни представители, ни госпожа Немцова ни разу... Жанна Немцова. Да, конечно, ни разу не сказали публично о том, что ее отец был убит из двух пистолетов и, соответственно, минимум двумя людьми. Но это сенсация то, что вы сейчас говорите. Я тоже об этом не знал. Но вообще это материалы, которые находятся в деле. Они появились там в марте. Об этом газета «Коммерсант» написала еще в июле 2015 года. А полностью государственная судебно-медицинская экспертиза была опубликована мной в моем блоге и затем была воспроизведена, в частности, на ресурсах Каспаров.ру и на ресурсе «Эхо Москвы». И с тех пор все могли, это было в декабре прошлого года, за эти четыре месяца, все желающие могли познакомиться, все получили информацию. Это государственная судебно-медицинская экспертиза.